Или вред, смотря по багажу по череписой, по черепной коробкой, что сварить на обед, то и проглотим с пользой или риском. Нам могут делать зло, но не удастся злодеям разломать друзей объятия, легко поссорить нас с мирской властью, и нам бежать придется без оглядки. Но если я Христа всегда благодарю, все принимаю как испытание Божье, любовь единственная и вполне надежный крюк, на коем в заповеди все нам сохранить возможно. За испытание раны от врагов бальзам писания еще щедрее льется, и даже нет друг помощь дать готов, поток щедрот преизобильно слезный. И чем сильнее неправедный судья, земной, тупой, подкупленный злодейством, когда в кагальном клане с кинжалами сидят, в сверкании злобных глаз лишь в сполах мести, мне видится тогда другая сторона, полезной душе моей распятой. Бог предлагает с радостью принять, с его благословением страдания будут святы. Тяжел за одолжение упрек, что кто-то милостынюю как-то нам подал. Перетерпеть краснее, не умрем, к смирению взойдем на пьедестал. Поток грозы омоет дом снаружи, но внутренне очиститься сложнее. Пусть воронен от кладбища ми кружит, а в нашей горнице Христос нас пожалеет. В несправедливости есть тайные пружины, а они подталкивают чудным размышлением, что польза есть во всем, когда духовно живы, в молитве, на земных поклонах, а не в лене. 21 апреля 2005 года Субтитры создавал DimaTorzok